На фронте был, в лагерях немецких был, дважды бежал. Из немецких лагерей? Да. Пришел к своим, пробрался через фронт, пришел к своим, посадили. Раз ты был там, в лагерях, значит, всех сажали тогда. Восемь лет дали особое совещание. Из наших лагерей уже бежать не пытались? Нет, не пытался, да. Те, кто готовился, это, во-первых, самоубийцы. Все шли с запасом, на мясо брали одного-двух людей. Ну, это правда тоже, не легенда. Нет, ну что вы, вы можете мне поверить? 1983 год. В бухте Саранная, Камчатка, затонула самая современная на то время атомная подводная лодка К-429. Никогда в мире не было такого, чтобы с подводной лодки всплыли через 45-метровую толщу воды 104 человека. Они погибли бы все, если бы не их командир, капитан первого ранга Николай Суворов. Здесь единственный случай, наверное, в мире затонувшей подводной лодки вышло из 120 человек 104 человека. И наказать тюрьмой командира и механика... За это ему надо уже поставить памятник, что он пошел в полигон дифферентовки. Потом уже были расчеты, что нам оставалось полторы минуты пройти вот этим курсом. Там глубина уже была полторы тысячи метров. Между жизнью и смертью было полторы минуты. 90 секунд. Раз, два, три. Представляете? Нет, вы не представляете. Как ты понимаешь, любовь? Я понимаю. Ну, здесь человек, он никогда не обижается на другого человека. Это даже не дружба. Лучше дружбы. Как ты относишься к любви? Очень положительно. Только не к несвободной. Так, да? Да. Это вещь довольно пакостная. Свободная любовь. Несколько обезьяний, я бы сказал. Или не так? Без сомнений, это, пожалуй, самое ценное и самый большой импульс для человека. Я почти уверен, что я примерно то же самое говорил 17 лет назад, да, только другими словами, возможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok